Всем привет! На связи Калуга и наше кафе Синичник. Открылся у нас сезон подкормки птичек. А вы кормите птичек зимой? Мы вот, да, покупаем обычные нежареные семечки и подкармливаем синичек. Прилетал к нам уже и поползень, и снегири были, и даже в стайке синичек затесался воробушек. Он в конце сейчас нам покажется. А так вот синички с удовольствием у нас прилетают и кормятся. Думаю еще купить кусочек несоленого сала и повесить тоже, чтобы они лакомились. А так вот только насыпешь семечек, и вот такой непрерывный поток желающих отведать семечек у нас появляется. Вот такое небольшое приветствие я решила вам сегодня вставить. За окном видно уже, что зима, нападало много снега, и снег продолжает идти. Ну а мы сегодня отправимся с вами в Зигзаг на скидку 40%. Посмотрим, что интересного можно найти. Из сумок, конечно, уже ничего интересного не осталось, но меня заинтересовала вот эта сумочка. Возможно, вы видели ее уже в моем коротком видео. Оценили недорого, сегодня за 150 рублей можно было взять. Мне как раз для документов нужна подобная сумочка, смотрится негромоздко, и в принципе формат А4 сюда замечательно поместится. У нее есть много отделений. Я сначала подумала, что она винтажная, но нет, это какой-то бренд Гобиани. Мне неизвестный погуглила, особо ничего не нашла. Ну, скорее всего, это Корзам. Вот несколько отделений. Одно отделение на молнии, и в нем я обнаружила такое вот дополнение. Валидол. Ну да, мне предстоит бегать скоро по газовым инстанциям. Валидол точно, я чувствую, пригодится вместе с этой сумочкой. И еще одна сумочка, которая привлекла мое внимание цветом. Это вот такой рыжик, маленькая, но тоже Корзам. И он такой достаточно дубовенький. Это сумка от Esprit. От Esprit мне редко сумки, кстати, попадались, особенно в зигзаге. Но вот в этот раз попалась. В принципе, яркая такая симпатичная сумка. Можно было бы и взять за 150 рублей, но решила не захламляться. И все-таки не совсем то, что мне бы хотелось. Хотелось бы, конечно, какую-то яркую сумку. Но, наверное, это все же не тот вариант. Из верхней одежды примерила несколько пиджаков. Первый был вот этот от Calvin Klein. Это Esco. И мне, конечно, на мой шерстной кардиган она мала. Здесь по составу лен и также кожаные вставки. Но, к сожалению, на рукавах она уже поистрепалась, кожа. Но в целом состояние удовлетворительное. Этот пиджак я вам показывала тоже в коротком видео. Это ГДРовский. Здесь даже бирки все родные остались. То есть он новый. Это пиджак от какого-то костюма. Вы все сокрушались. Почему не взяла? Но все-таки он большой. И пиджаки я не ношу. Так, дальше решил примерить куртки. Нашла вот такую. Мне кажется, это какая-то дорогая куртка. Все пуговицы были брендированы. Был когда-то здесь еще пристегнут капюшон, но его не было. А так, кстати, вот кармашек. Это рукава здесь отстегиваются. Кстати, вот такие дырки почему-то остаются. Как для провязывания. То есть пристегнуты они на всю длину молнии. Но вот такая вентиляция остается. То есть можно было сделать жилетку. Еще интересной вещью показался вот этот бомбер. Не сразу нашла бренд и состав. Но в одном из карманов все же он обнаружился. Это недорогой бренд. Вот такая вышивка еще спереди. И что в нем примечательного? Что в нем примечательного? Сейчас будет фокус-покус. Вот так. Он оказался двусторонним. Тоже карманы есть с другой стороны. И с другой стороны он чисто однотонный. Такого винного цвета. Но меня, конечно, смущала вот эта желтушная молния. И, кстати, под мои колготки этот цвет, в принципе, идеально подходит. Пыталась расстегнуть, но одной рукой не удалось. Понравился мне вот этот пуховик. Здесь уже и капюшон присутствует. Есть много всяких карманов. Бренд я, к сожалению, забыла сфоткать. Наполнитель здесь пух-перо. Но, к сожалению, он очень замызганный. Много пятен неизвестного происхождения. Не была уверена, что смогу отстирать. Поэтому решила не брать. Вот такая печалька. Решила не рисковать. Хотя светлый пуховик я хотела бы найти под свои светлые сапожки. Ну что ж, нет так нет. Будем искать дальше. Дальше я уже переместилась в примерочную. Нашла вот такое интересное полосатое платье. Мне кажется, что это винтаж. Бирки ни с названием, ни с составом не было. Была только в боковом шве пришита. Вот еще одна пуговичка такая вот, как на плечах. В принципе, неплохое платье. Мне кажется, здесь оно либо на 50% из шерсти, либо целиком из шерсти. Оно такое колюченькое. И прям на ощупь чувствуется шерсть. Не знаю, правда, в каком соотношении. Еще из платьев решила примерить вот такое платье худи. Но мне не очень понравилось, как здесь оформлена горловина. Но и в целом серый, скучный такой цвет. Единственное, что здесь вот такие интересные элементы есть в виде молнии по бокам, которые можно как-то чуть подрастегнуть. Но одной рукой мне это тоже опять не удалось. Карманов нет, но есть капюшон. Капюшон, в принципе, хороший, глубокий. Но на горле мне не понравилась вот эта вот часть. Дальше получился вот такой летний комплект из укороченной футболки, которая интересно перекрещивается на груди. Этой фирмы, кстати, много завезли у нас всяких топиков. Не знаю, это какой-то, может, Китай. Бирки с составом не было. И примеряюсь вот такой джинсовой юбкой. Единственное, не поняла вот эти шлевки. Наверное, я их все-таки отпарю. Как-то не вижу я никакого ремня здесь. Если только какой-то, может, плетеный подберу. В общем, надо поиграться. Очень интересно оформлен подол вот так вот волнами. И бахромушки по всему подолу. Продолжаю примерять странные юбки. Тянет меня что-то на какой-то стиль а-ля Боху. И вот эта юбка, мне кажется, его в какой-то мере отображает. И я ее решила примерить. Сверху такая, как плащевка. Вот такой ремешок с необычными элементами. Какие-то завязочки, шнурочки. Многослойная. В принципе, интересная юбка. Но, но, но. Решила все-таки ее не брать. Хотя по фасону мне она, в принципе, понравилась. Но странных юбок, наверное, в моем гардеробе пока хватит. На лето еще присмотрела вот такую юбку от Наф-Наф. У меня она, к сожалению, сползает с талии. Думаю, она должна сидеть на талии. Это размер 38. Сверху я иногда и в 34 влажу, и в 36. На бирке состава не было. Но я думаю, что это шелк с хлопком. Такой легенький, невесомый. Цвет, в принципе, красивый. Долго крутилась, вертелась. И выбирала я в результате из трех юбок. Какую взять? Третья была вот эта. Но здесь прямо видно, что она мне тесная. Плюс там еще магнит расположен на талии. Поэтому не совсем удобно было примерять. Все в ней, в принципе, идеально. И длина, и цвет классный. Здесь, кстати, вот такой ремешок сзади. Карманы есть. Это какой-то винтаж-винтажный. Но мне понравилось. Но, к сожалению, в талии была слишком тесная. Даже если бы снять магнит, я думаю, все-таки мне она, к сожалению, мала. Дальше у меня получился вот такой костюмчик. Сначала я нашла юбку и решила, что наверняка это был когда-то костюм. И решила поискать верх. Потому что у нас часто костюмы развешивают отдельно. Верх отдельно, низ отдельно. Но нашлась вот такая кофточка совершенно другого бренда. То есть кофточка у меня получилась от Зарины. А юбка от Лайма. Она такая просто вязаная, без подкладки. Поэтому даже просвечивается, что не совсем комфортно. Но мне было интересно примерить. И получился вполне себе такой костюмчик. Дальше нашла пару маечек, например. Вот это такая необычная от Банана Репаблик. Она состоит из вискозы и шелка. Да, вверх у нее из вискозы. А нижняя вот эта светло-серая часть из шелка. И примеряясь вот такими брюками, привлекло меня в названии слова Ботега. Но я гуглила этот бренд и ничего толком не нашла. Нашла только сайт какой-то, на котором мужские костюмы. Мне они длинные. Я себе напоминаю Волка из Ну Погоди в серии, где они с зайцем там на палубе танцевали. Где он штанинами все подметал. Ну, в принципе, это можно было обрезать и носить. Но мне черные брюки не нужны. У меня уже одни мои идеальные есть. Дальше примеряю вот такой топ от Эд Харди. Люблю этот бренд. Люблю их принты всегда необычные. Но, к сожалению, некоторые стразы успели покинуть этот топ. И я передумала его брать. Потому что, думаю, постираю и продолжится стразопад. Поэтому не взяла. Итого, сегодня я потратила совсем мало денежков. Не так, как обычно я выхожу. Ну, и купила я тоже немного. Купила я вот такую кучу бегудюшек. Тут на липучках. Давно хотела купить. А тут прямо увидела и удивилась. Забрала эту юбку на лето. Главное, теперь не поправиться. И вот мимо этого мешутки тоже не смогла пройти. Забрала свою коллекцию. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.